Дорогие братья и сестры, предлагаю тест на православность. Насколько мы православны и насколько мы понимаем глубину православной веры. Я расскажу одну историю и в зависимости об отношении к ней, на чью сторону станет слушатель, настолько он и православный, настолько в нем и православный дух или протестантский. И вот эта история. Один юноша взял благословение у матери стать монахом. Ушевши в пустынное место, он построил себе келью, посадил огородик и жил в молитве, посте, воздержании и трудах. Через некоторое время мать соскучилась за своим сыном и решила повидать его, набегла пирожков и пошла к нему. Узнав, где он живет, она направился к его домику. Еще издали, работая на огороде, сын увидел свою матерь и узнал ее. И не побежал ей навстречу, а наоборот, побежал в свою келью и закрылся в ней. Когда пришла мать, начала стучать в его двери, прося, чтобы сын открыл ей. И говорила, сын мой, открой двери, ведь ты монах, ты христианин, ты же должен исполнить пятую запад, чьи отца и матерь твою. Открой двери, не презри мною, не будь таким неблагодарным, не отвернись от той, которая тебя родила и тебя благословила на это монашество. На что сын, не открывая двери, сказал ей, но сказано также и в Писании, кто любит отца свою или матерь все больше, чем меня, тот недостойный меня. Как же я могу додать Богу, что я люблю его больше, чем тебя, именно как тем, что не открою тебе двери. И если я открою тебе двери, то, может быть, на будущее я не смогу остаться уже в этой пустыне, но буду все время смынать твои слезы, твой вид и вернусь домой. Неужели ты этого хочешь, чтобы я был предателем, чтобы я оттянулся от того пути, на который призвал меня Господь? Ты хочешь меня только в этой зимой жизни увидеть или хочешь, чтобы мы были с тобой вместе на небесах с Господом? Если второе, то, пожалуйста, вернись в дом свой, молись, веди подвиженческую жизнь и молись и за себя, и за меня, чтобы вместе мы были на небесах у престола Божия. Или выбери себе монашеский путь, так же, как и я выбрал. И в подвигах постах и молитвы совершай свое дело спасения, молясь за себя и за меня, чтобы нам вместе быть на небесах у Господа. Мать приняла его слово и, оставив свою корзинку с пирожками возле его кельи, сама ушла в женский монастырь, где провела оставшуюся жизнь в подвигах постах и молитвы, молясь, чтобы ей быть сыном вместе с Господом вечно на небесах. Если вы в глубине души осудили этого монаха, что он не исполнит заповедь любви, то вы поступаете как протестант. Протестант, услышав эту историю, осудит монаха, что он совсем уже фанатик, помешанный в прелести и скажет, что он не исполнит заповедь любви к матери. Но эта история произошла в житии преподобного Пимена Великого. Это он так поступил со своей матерью. И таких подобных историй много мы можем найти в потеряках и в отечниках. Итак, православный взгляд считает, что монашествующий умер для этого мира, и видание ему с родственниками может глубоко навредить ему. Потом бес будет приносить ему образы своих родных и близких, ставя перед глазами во время молитвы, во время каких-то тяжких скорбей, неприятностей, искушений, напоминая, как было хорошо дома, что его дома любят, ждут, ценят, а он тут тратит свою жизнь и время впустую. Это будут тяжкие искушения. Поэтому старцы новоначальным монахам даже запрещали письма писать домой некоторое время, а тем более ни в коем случае не посещать родных в домах. Ни в коем случае молодой монах не должен был отправляться домой. Если мы осудим монаха, что он не исполнит пятую заповедь, тогда нам не понять никогда слов и Господа нашего Иисуса Христа, который сказал тому, кто хотел все бросить и идти за ним, но сказал, Господи, разреши мне сначала пойти и похоронить своего отца. На что Господь ему ответил, остав мертвым погребать своих мертвецов. Разве это не жестокое слово, чтобы разрешить сыну пойти похоронить умершего отца, отдать ему последнюю дань, последнюю честь и потом вернуться к Христу? Что тут такого большого дела на один день еще отдать последнюю честь и последний знак благодарности умершему отцу? Господь говорит, чтобы он и шел за ним. Святитель Кирилл Александрийский толкует это место и говорит так. «Если любовь к нашим родным, к нашим родителям противоречит любови к Богу, то нужно одну презреть, а другую выбрать и возвеличить». И так толковали все святые отцы. Еще одно место в Писании, когда к Иисусу Христу пришла его матерь, братья и сестры, и ему передали, что вот вне стоят дома твои братья и сестры и мать и хотят тебя видеть. На что Господь ответил, «Вот моя мать, братья и сестры, показывает на своих учеников, ибо те, кто слушают Слово Божие и исполняют Его, тем не мать, братья и сестры». Итак, мы можем сказать опять-таки, Господь не пошел к родной матери, не оказал ей любовь и честь, не исполнил пятую заповедь, но Господь нам показывает еще раз и еще, что любовь к Богу должна быть выше любви к родителям. Многие могут тогда сказать и заметить, «А что же нам тогда делать? Не почитать своих родителей, забыть о них и только брать и молиться, и все? Нет, братья и сестры». Эти все истории и все слова говорят нам об монахах, о тех людях, которые умерли для этого мира, люди, которые даже отвлеклись от своего прошлого имени, которые считают себя мертвыми в этой земной жизни, чтобы жить только для Бога, всем своим жизнью угадать только Господу Богу. Они уже не для этой земной жизни живут, но только для Бога. И в подтверждение этому расскажу еще одну историю из древнего Патерика. У одной матери был сын и дочь. Сын ушел в монахи, а дочь стала воровкой. Его однажды поймали, посадили в тюрьму и собирались ее казнить. Мать пришла к начальнику города и просила со слезами, чтобы отпустили дочь, потому что больше некому досмотреть ее в старости лет. На что начальник спросил, а разве у тебя больше никого нету? Мать сказала, да, был еще один сын, но тот ушел в монахи и там где-то молятся, подвизаются во славу Божию. На что начальник сказал, я не верю тебе, переведи сюда мне твоего сына, вот если он действительно окажется настоящим монахом, тогда я отпущу твою дочь. Мать разыскала сына и на коленях упрашивала его, чтобы сын пришел, показался этому начальнику, чтобы тот начальник отпустил его сестру. Но монах ответил матери и сказал, что я умер для этого мира и никуда отсюда не пойду. Этот монастырь, мой гроб, здесь затворился и я плакаю в своих грехах и молюсь Богу и здесь подвязаюсь, чтобы из этого гроба воскреснуть вечную жизнь в Царство Небесное. Не выйду отсюда больше никогда. Мать упрашивала, даже прокляла его за то, что он ее не послушался. Вернувшись к этому начальнику города, рассказав все, что сын ее не послушал, что сын отвернулся от нее, не сжалился над нее старческими слезами, на что начальник сказал, Да, мать, у тебя настоящий сын, истинный христианин и подвижник, настоящий монах. Я по его молитвам отпускаю твою дочь. Забирай ее и знай, что только один у тебя ребенок истинно жив. Это твой сын. Твоя же дочь воровка. Дай Бог и ей исправиться, отдуматься и покаяться. Забирай свою дочь. Итак, братья и сестры, эта тоже поразительная история показывает нам, насколько нетравиальные православие, насколько мы не имеем того понятия православия и пути к спасению, какое было у древних монахов. Сейчас же, к сожалению, монашество совсем по-другому рассматривается. Один мне знакомый монах рассказывал о себе такую историю, что когда он принимал монашество в академии, то родная мать плакала горькими слезами, думала, что она никогда больше своего сына не увидит. Думала, что теперь сын за невеликим подвижником, будет жить где-то в затворе, какой-то келье, в монастыре и все. Больше сына ей никогда не увидеть. Но у нас знаком было ее удивление, что уже на ближайшие каникулы сын приехал домой и кушал все, что она ему предложит. И мясо, и курочку, и водочку стаканчик мог выпить. Одним словом, ничем не отличался от того состояния, от того ее сына, который был до монашества. Сейчас есть даже такие истории. Однажды один человек увидел знакомого ему монаха в баре, в ресторане, который сидел с девушками, пил водку. Он к нему подошел и спрашивал, что ты здесь делаешь, ты ж монах. На что монах ему говорил, а я в отпуске, я могу и расслабляться, и отдохнуть. Итак, братья и сестры, сейчас совсем не то монашество. И даже не те православные. Не тот взгляд на подвижничество, на аскетизм, на подвиг совершенной любви к Богу, возлюбить Бога всем сердцем и всей душою. И неудивительно, что действительно и монашество такое, потому что и само православие сейчас, и сами люди сейчас, христиане, изменили свое понятие о православии. Оно стало более протестантским, более в угождении духу времени, духу протестантизма. Часто можно услышать такие слова, как «пост неважно», «важно не кушать друг друга» и многое такое другое, более похожее на протестантские лозунги и слова, чем на слова святых отцов и подвижников, которые мы можем услышать в древних потеряках или в житях святых. Совсем нету того подражания, какое было раньше. Раньше было очень часто и популярно, когда уже на старости лет муж и жена уходили в монастырь, он в мужской, она в женский. Как, например, преподобный Кирилл и Мария родили Сергия Радонежского. А где сейчас можно такую историю услышать? Кто сейчас из православных уходит в монастыри? Супружеская пара. Покажите мне хотя бы одну, расскажите мне о ней, я восхвалю Бога за это. Братья и сестры, нету сейчас того поведенческого духа, какой был раньше. Нету и той свято-отической глубины понимания и православия, и подвига ко спасению, какой был раньше. Уклонились мы ныне от святых отцов, от их заповедей, от их завещаний, от их учений. Совсем у нас другой дух. Более стал мирским и протестантским. И поэтому неудивительно, что и пастыри не такие, и епископы не такие. Не нужно в них искать всю вину. В них ведь падение православия или падение церкви. В нас самих это болезнь церкви. Мы стали не такими. Поэтому не удивительно, что и они также не такие же. Потому что откуда берутся эти монахи и епископы? Не из нас ли? Не из обычных или православных они становятся священниками, епископами, монахами и т.д. Итак, какой сейчас народ, какие православные, такие у нас и пастыри, такие у нас и духовники, и такой у нас и священначали. И удивляться здесь нечем. Итак, братья и сестры, пожалуйста, повернемся лицом к святым отцам. Вернемся к тому истинному пониманию святического предания. Будем изучать больше и глубже потеряки, отечники, жития святых и истнеизречения. Будем им подражать и у них учиться, чтобы нам остаться православными, чтобы нам нашим детям передать истинно православный дух, истинную православную веру. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок